Ребенка мало родить, его еще нужно обеспечить, воспитать нормальные и желательно с этим какие-то удобства минимальные. Создавать семью и самое главное заводить детей. 23-летний Максим пока не намерен. Молодой человек уверен, сначала надо, что называется, твердо встать на ноги, а уже потом задумываться о продолжении рода. Детей я планирую годом 28, потому что когда у меня будет уже какой-то определенный жизненный опыт, профессиональное взросление и наличие отдельной жилплощади. Потому что, как говорил еще Булгаков, то что квартира на вопрос всех доканал. То есть первоначально нужно иметь квартиру, машину и хорошую работу, а потом же как-то заводить детей. И таких молодых людей, как Максим, в России сейчас сотни тысяч. Многие из них относят себя к набирающему популярность движению Child Free. Это люди, которые осознанно отказались от рождения детей в пользу карьеры, удовольствий или, к примеру, беззаботности. Мне 21 год, и я не хочу, не люблю и не планирую заводить детей. Ты, получается, отказываешься от полноценной жизни в пользу нового человека. Дети, наличие семьи, наличие детей, наличие мужа не определяют женщину. Однако всем этим молодым людям теперь, возможно, придется заплатить за свою точку зрения по 500 рублей в месяц. В общественной организации Совет Матерей предлагают ввести налог на бездетность. Причем как с мужчин, так и с женщин. Автор инициативы – молодая мама, председатель Совета Матерей Татьяна Буцкая. Уверена, сумма небольшая, когда на кону стоит судьба всей нации. Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит. Если мы не сделаем серьезных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас, как нации, просто не будет. Тревожные прогнозы подтверждают и цифры статистики. Почти половина россиян от 18 до 45 не хотят заводить детей. Причиной – неустойчивое материальное положение и просто нежелание иметь ребенка. У женщин боязнь потерять карьеру. Психологи же уверены – дело не в экономических и психологических факторах, а просто в моде и своеобразном веянии времени. Если взять век 20-й, то там был 17-й год и полигамные семьи. То есть, пожалуйста, такое течение было. Потом была война, и мужчин просто-напросто не было, и ни от кого было рожать детей. Потом была сексуальная революция. Потом пришел СПИД. И всю эту тему полигамности закрыли. Но зато открыли тему child-free движения. Это просто время такое. Тем временем в организации многодетные семьи Татарстана скандальную инициативу сегодня не поддержали. Здесь уверены – демографию налог на бездетность не спасет. Нужно просто обеспечить молодежь жильем. Семьям молодым нужно помогать, нужно создавать условия, чтобы они сознательно подходили к рождению своих детишек. Соответственно, чтобы у них была уверенность в будущем. И в первую очередь это жилье. Потому что, когда есть свое гнездышко, всегда молодым супругам всегда проще принимать решение о рождении. Не оценили сегодня предложение и в Минфине страны. Здесь также уверены, что стращание налогами делу не поможет. К тому же это противоречит Конституции и свободе выбора человека. Нельзя забывать и о том, что есть люди, которые детей не могут иметь по состоянию здоровья. Так или иначе, предложение еще будет обсуждаться. Дарья Петрова, Максим Малов, Телеканал Эфир.